Вы полностью прочли от начала до конца книгу Максима? Нет, я читала некоторые рецепты, собственно говоря, вот те блюда, которые я встречала в упоминании в литературе в русской, и не знала, что это. Вы готовы готовить русскую еду, вот как русскую еду? Я очень хочу попробовать, да, и при том, что... Вы же эклектик в меню. Абсолютно. Абсолютно. А я консерватор-аскет. Нет, ну кроме этого, я считаю, что на самом деле Максим Сырников делает большую культурно-техническую работу. Мне его работа вот очень нужна. Согласна, просто я хочу сказать, что у меня двойственные чувства это вызывает. Это огромный труд. Мне очень понравился сам Максим. Мне понравилась его тщательность, увлеченность вообще, то, что он это дело все собрал, приготовил, перепробовал, нашел грибы, засолил, выучил, проверил. У него там прекрасный список литературы и все прочее. Все это мне очень нравится. И мне бы очень хотелось, чтобы русская кухня была шире представлена и правильно приготовлена. То есть, чтобы действительно капусту не делали корейцы на коленке. Вот. На коленке китайцев. На коленке китайцев. Китайцев. Ладно. Но то, что вот меня огорчило как раз, это то, что он еще до сих пор находится вот в этом плену представления русских для туристов. То есть, вышитый рушничок какой-то, значит, гжель вездесущая, чудовищная, отвратительная. Хуже нее может быть только хохлома. И полное отсутствие настоящих русских традиций даже просто в оформлении. Потому что это не русское. Это все барин придумал для развлечения. Гусли, балалайка. Это все конец 19 века и не имеет никакого отношения к настоящему. Добрый вечер. На канале НТВ программа «Школа злословия» и ее бессменные ведущие Татьяна Толстая. И бессменная Авдотья Смирнова. А у нас в гостях Максим Сырников, которого многие знают по блогу, который у него идет под именем Карел, да? Правильно? Да. Потом расскажете, почему. И Максим автор книги «Настоящая русская еда». Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. Здравствуйте. Максим, вы вообще так получилось, что вы теперь как бы главный специалист и историк русской кухни. Вот так вот. Негласная ваша такая функция в обществе. Ну, это не я сам себя так назвал. Ну, так наш мир сложился. Если так, то... А вы сами как себя называете? Вы являетесь историком кухни или нет? Историк? Нет. Я думаю, что историк, по крайней мере, должен иметь профессиональное образование специальное, историческое. У меня такого образования нет, поэтому я себя называю скромный исследователь. Исследователь русской кухни. Да. Существует такое мнение, что на самом деле русской кухни нет, что она вся состоит из заимствований. Я так понимаю, что одной из задач вашей книги было это опровергнуть. Это заблуждение. И вот у меня сразу же вопрос. Что всё-таки является основой русской кухни? Я так поняла вот из книги, что каши. Вы знаете, вот насчёт каши, это тоже абсолютно нерусское изобретение, вот такое какое-то, только в России и больше нигде. Как известно, что там человека выкопали какого-то где-то в Альпах, которому несколько тысячелетий, и у него в желудке, извините, нашли кашу. Там какой-то из речменных зёрен, так что... Ну да, вот так и сложилось, что в России, ну, по крайней мере, в этой исторической таком центре, не Черноземья, то, что называется сейчас, и в более северных местах, там на северо-западе, в Новгородской, в Сковской и так далее местах, регионе в этом вот северо-западном плохо растут фрукты, которые растут на побережье Средиземного моря, например. Поэтому обходились тем, что растёт. Растёт хорошо, что греча растёт, ячмень, рожь, овёс, совершенно верно. Ну вот, а из этого первое, что приходит в голову хозяйке приготовить, видимо, это сварить кашу. Будьте на молоке, на воде, с маслом, с таким, с таким. Но вы сами считаете, вот какое главное вообще-то русское блюдо? Вот наше всё. Главное русское блюдо – это щи. Щи, да? На мой взгляд, да. Главное исторически или главный центр стола? Да, и исторический, и центр стола, и наиболее распространённый, при том вот от Поморья и до, ну там, не знаю, так сказать, Донских степей и далее. То есть у нас всегда росла капуста? Щи не только из капусты варят. Ну да, конечно, капуста росла. Не всегда возможно, но, по крайней мере, вот в такой какой-то исторической перспективе, которую можно как-то документально подтвердить, что готовилось, конечно, тысячи-тысячи лет назад упоминание о щах. Правда, щи там более широко, такое само слово разъяснялось, нежели сейчас. Да, собственно говоря, и сейчас тоже. Щи, вот как я уже сказал, не только из капусты, есть и зелёный. То есть это название для супа, да? Ну, суп. Мне не очень нравится, когда щи называют супом. Всё-таки это немножко дорого. Ну, а как вы назовёте? На мой взгляд. Ну, похлёбка, потом щи густые, там, в которых вот... Ну, есть поговорка «щи», хоть портки полощи. Да. Это значит не густые. Тоже русское, между прочим. Да, и крупинка за крупинкой бегаешь, дубинкой. Да. В щах. Да. Да. Ну, это как раз такое более ироническое такое отношение к каким-то бедным щам. Ну, да, ну, не важно, но я хочу сказать, что слово «щи» является синонимом того, что мы называем суп. Я не могу сказать, что сегодня будет похлёбка из крабов с велоте, со сливками. Ну, пусть так. Это суп. Пусть похлёбка. Другое дело, что, ну, например, ещё сто лет назад кислые щи под кислыми щами подразумевались. Напиток вообще. Это был напиток из солода, шипущий такой, и вот то, что Чичиков там потребовал себе бутылку кислых щей, это же не щи с капустой, правда, если. Да. Вот, это солодовый напиток. Поэтому я говорю, что слово «щи» очень так широко, ещё там даже сто лет назад подразумевалось под этим, что больше, чем суп с капустой. А этимология же какая-то овощи? Ну, там разные варианты есть, склоняются к тому, что вот щиной, это вот это сквашенный, вот, так сказать, близко там сквашенный, квас, щи, это вот всё примерно из одного корня. Вот есть такая версия. В данном случае я не филолог, я не могу ничего не подтвердить, не опровергнуть, но как бы вот такое вот наиболее впечатление. А вы по образованию кто, Максим? Я закончил институт культуры ленинградской. Угу. И кем работали, как вообще началось вот это увлечение? Само увлечение... Ставшее профессией. Давно началось, действительно, ещё со школьных лет, как-то такой вот интерес был к кулинарии. И что-то пытался готовить, иногда получалось, иногда не получалось, но вот как-то вот так вот такой интерес к кухне был всегда. Вот. Несколько лет ездил экспедиции по России, правда, экспедиции были ботанические, но тем не менее. Потом уже самостоятельно ездил, что-то там расспрашивал, что-то узнавал. Ну, накопилось какой-то вот такой материал по русской кухне, по деревенской, по разной региональной, в том числе то, что вот я до сих пор не встречал там ни водой, ни книги, ни где-то, ни в каких-то описаниях. Ну, где-то там году к концу 90-х захотелось как-то это обнародовать, рассказать вот о своих таких тут и исследовательских работах. Но сейчас это уже стало как бы главным делом. Да, после последних несколько лет я уже, конечно, забросил все остальные дела и занимаюсь профессионально, в том числе и работой на кухне. Такую детскую мечту стать поваром в результате. А вот в ресторане работаете? Ну, я не работаю поваром в конкретном ресторане, но дело в том, что сейчас как-то вот заинтересовались и в провинции, и в столицах такой вот исконной русской кухни, то, как вот они, так сказать, видят и как на каких-то точках соприкосновения с тем, что я вижу, меня приглашают проводить мастер-классы, ставить то, что называется кухню, то есть разрабатывать меню, работать с поварами. Вот я только в этом году в Ижевске недавно открылся ресторан русской кухни, до этого под Воронежем, до этого меня приглашали с мастер-классами, я практически там всю Сибирь проехал, в Ханты-Мансийское там и дальше. Вот, кстати, я не знаю, что там, как вообще готовят еду, и как ее подают, и что считается едой вне Москвы, но в Москве съесть какую-то русскую еду практически невозможно. Мы пытались с приятелями пойти в ресторан именно русский, чтобы можно было есть русскую еду, но находим какую-то, не буду ее называть, чтобы не делать анти-пиара, но тем не менее. То, что включено и названо как типичные русские блюда, таковыми не является, потому что они все либо огламорены, либо какие-то, ну, просто фентеплюшки сделаны. Я не говорю, там, скажем, селедка под шубой, там, я считаю, что там квашеная капуста, соленые огурцы, соленые грибы, значит, соответственно. Ваш рецепт известен. Немножко полегче, как-то ни странно, с этим в провинциях, потому что, ну, разница на самом деле в глаза бросается между тем, что вот ресторанами русской кухни в Питере или в Москве, и ресторанами русской кухни, он даже может так себя не называть, а просто бытием там где-то в каком-нибудь там, ну, тоже в Ижевске, там, или в каком-нибудь таком небольшом русском городе. Вот. Да, это так. Там им не надо вот этот самый кич создавать. А вот объясните, пожалуйста, а почему вообще так случилось, да, вот там, вы занимаетесь исследованием, вы восстанавливаете некие рецепты, разыскиваете их, почему вообще их приходится восстанавливать? Что произошло с городской культурой еды, я понимаю. А, объяснять не надо. А, объяснять не надо. А, понимаешь, что произошло за время советской власти, нет? Да, вот тут и дело, да, что в Иринске-то больше. Хорошо. Может, не будем или для зрителей напомним, что уничтожение крестьянства, раскулачивание, так называемая, потом война. Я имею в виду, что... После этого еще... Я понимаю, хорошо. Вырубание яблони хрущевым, и когда коров отбирали, на моей памяти 60-х годов. Злаки, которые росли, те и растут, да? Как бы кукуруза не изменила лица России сельскохозяйственного. Вот, кстати, насчет злаков, очень такой пример конкретный. Была очень популярна столетиями в России так называемая зеленая каша, ржаная. А это что? Это каша из недозрелых зерен ржи, чаще всего, в каких-то случаях пшеницы. Она очень вкусная, она очень нежная. Я ее готовил многократно, могу, так сказать, подтвердить. И я понимаю эту любовь, так сказать, русского народа на столетике, эта зеленая каша. Вот до или иной дня считалось, что на или иной день поспевает ржь, вот до или иной дня варили эту самую зеленую кашу. Потом позже уже ржаная каша становилась черной, так называемой, ржаной кашей. Дело в том, что вот прекратились традиции выращивания, не выращивания, извините, приготовления зеленой каши. Вот такое вот печально известное, вот когда заколоски сажали. Да. Вот на этом все остановилось. Потому что почему-то на своих там домашних каких-то подворьях, ну, часто, так сказать, на приусадинах, так как можно назвать, крестьянам почему-то запрещали сажать ту же самую рожь. Вот там какую-то... Это раскладчиво нет? Да, там какую-то морковку, там укропчик можно было посадить, а вот рожь ни в коем случае. И вот на этом такое замечательное, абсолютно русское национальное блюдо, с этим было закончено. Естественно, что если, вот по моим таким вот соображениям, каким-то основанным наблюдениях, видимо, там 20-30 лет, за 20-30 лет, когда не готовят какой-то блюдо, там какое-то время, оно исчезает. Скажите, а какое вообще, как вы сами считаете, самое распространенное заблуждение о русской кухне? Вот то, которое я озвучила, что это каша или... Читокаша, мы оба сошлись, если вас соединить вместе, читокаша и пищинаш. Я боюсь, что... Я когда-то, там, несколько лет назад в блоге своем написал 10 заблуждений касаясь на русской кухне, а потом как-то, значит, они добавлялись, 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 прямо вот в самом атмосфере. Я думаю, что сейчас уже там несколько десятков этих заблуждений накопилось, таких. Да много, ну, например, самые обидные такие вещи, это вот когда норвежского лосося, которого привозят там от садкового к нам, называют семгой. Вот это очень обидное заблуждение, потому что это никак не семга. Семга – это абсолютно рыба, которая вот... Тоже самое лосось атлантический, только его узкая популяция, которая водилась в бассейне Белого моря, там в реках Варжа, Капичора, в общем, удаля даже это написано, что такое семга и чем она отличается от лосося. Но вот это популяция, которая вот так вот наиболее такие вкусовые качества имела, ярко выраженные, и любили это дело. И когда даже там в 17 веке сохранились всякие приходные, расходные, то, что мы сейчас назвали, книги монастырские, в которых там, скажем, там поставляется в монастырь пять бочек соленой лососины, и одна бочка силунки соленой. Ну вот, тут разницу в это и делали. Но это не относительно кухни заблуждений, да? Это просто как бы ошибка с утратой рыбной идентичности. Ну, если говорить про более такие... А вот именно ошибка в отношении кухни, заблуждения в отношении кухни, да? Считается, что русская кухня... Считается, что русская кухня – это нечто такое очень тяжелое, жирное, и по большей части невкусное. Вот, наверное, вот это самое заблуждение, это самое обидное, и это заблуждение, на самом деле. Не тяжелое, не жирное? Она разная. Она разная. Конечно, что-то есть и тяжелое, есть и жирное. Те же самые щи можно приготовить в варианте, там, со свинины сварить, с квашеной капустой, бочковой, так как, когда это действительно будет и жирное, и то, что называется, нажористое, да? А можно приготовить либо вообще на грибном бульоне сухих белых грибов, и тогда это будет и не жирное, вообще без капли масла. Это тоже будут щи. Они будут очень вкусными. На хорошем, так сказать, бульон из сухих белых грибов. А что, как вам кажется, русская кухня говорит, сообщает нам о русском характере? Насчет характера не знаю. Об образе жизни, конечно, говорит. Долгими зимнями вечерами. Да, вот такая, когда хочется что-то достать из печки, потом вот наш национальный очаг, русская печка, конечно, очень сильно сказался на кухне. А технология ведь в печи, она совершенно другая. Там же это все как-то томится, доходит, это все как-то часами. Ну, конечно, конечно. Томление – это вот такой основной прием, на самом деле, в русской кухне. Потом, помимо прочего, когда русская печка, если хорошо сложная и работает так, как ей надо работать, то, будучи затопленной с утра, она это тепло держит до вечера, и наоборот, с вечера до утра. И за это время, пока она падает, температура, скажем, с 300 градусов до 80, за это время можно потомить чьи, сделать топленое молоко, приготовить из пищ пироги, что-то высушить, там, те же самые грибы, ягоды, что-то еще. Но у нас же не только эти в лучшей духовке, духовку тоже включишь, она… Нет, не только, не только. Там дух другой? Конечно, дровяной, не зря же там, это же не мы первые, не мы единственные, кто до этого додумался, там, те же самые итальянцы, они не хотят отказываться от дровяных печей. Ну, вот, конечно, с одной стороны, приготовленное в русской печке, каждый, кто пробовал то, что приготовлено в русской печке, прекрасно знает, что это несколько другого, так сказать. Совсем другого. Ну, вот, но с другой стороны, вот одно, и, кстати, возвращаясь к заблуждениям, одно из таких обидных заблуждений, это то, что с уходом из быта большинства сограждан на русской печке закончилась русская кухня. Конечно, это не так. Не, ну как, кухня не может так, просто ни с того ни с сего кончиться, потому что она держится, конечно, на, во-первых, на привычках и традициях, которые все-таки они, я даже не знаю, где существуют. Вот я, я бы сказал, я думаю, что вы со мной тоже согласитесь, что, хотя мы много блюд русской кухни никогда не ели, мы их узнаем, если увидим, опознаем, как русские, вот что я хочу сказать. Упомянем ту же гречку. Вот сейчас исчезла гречка недавно, а потом она снова появилась, три раза дороже. Думаю, что в этом все был и фокус. Но какое количество народу написало об этой гречке, что вот мы из нее не можем, а вот там французы ее не выносят, а вот американцы, значит, тоже делают квадратные глаза и все прочее. И, значит, в общем, поскольку русские живут сейчас всюду, то был покрыт более-менее весь ареал, вплоть до Австралии, отношение людей к гречке, да? Люди-то все, ну, одинаковые, желудки одинаковые. Но вот эта вот традиция есть гречку, слышать ее запах с детства, да, привычка, в глазах зажигается зеленый огонь, когда вижу, дают гречку при советской власти, всегда было. Это одна из основополагающих каких-то вещей, на которые нанизываются все остальные. Вот мы сказали про область жизни. Вы правильно говорите, что, собственно говоря, мы, прямо скажем, не первый народ, который сложил печку, который стал на печи готовить, это все дела. Я вот просто думаю, почему вы говорите, итальянцы не хотят отказываться от дровяной печи. Я пытаюсь вот что понять. Смотрите, они в дровяной печи готовят нам пиццу свою, предположим. Да, это все, в общем, быстрый огонь, это быстрое блюдо. У нас, вы сами сказали, что один из принципов русской кухни – это вот это вот самое томление, да? То, как там долго остывает, да, вот этот сложный тепловой режим. Я пытаюсь понять это почему, с чем это связано. С тем, чтобы утром поставить, потом целый день тяжелые работы, и оно к вечеру сготовилось? Нет, я думаю, что… Христианский труд везде тяжелый. Это тоже вторично, вот, как бы, построено. Я думаю, в общем дело. Дело в том, что, в отличие от большинства европейских стран и прочих, в России никогда не было проблем с топливом для русской печки. Потому что вот, если там… Ее можно затрудить бесконечно. Ходили всякие средневековые в сказках дровосеки ходили европейские собирать хорост, то Россию хорост собирать, в общем, было необязательно. Достаточно было вырубить там пару… Выйти во двор, снимите что-то. Да. Пару берез, так сказать. А потом без русской печки не обойтись еще не только из-за того, что готовить негде, но и обогреться нечем. Погодите, погодите. Вот именно это меня интересует. Смотрите, леса у нас много. Значит, соответственно, можно… Было. Да. Можно было, так сказать, нарубить дрова и затопить ее хоть 40 раз за день, да, и испечь там 84 пиццы. Технологии отопления пяти 40 раз за день. Да нет, ну это и удобно с точки зрения крестьянина, которому надо там весь день на покосе где-то провести, ему тоже удобно поставил чугунок. Крестьянин не готовил, готова крестьянка. А бобыль? Крестьянки тоже в поле работали. Между прочим. Не меньше этого самого крестьянина. На покосах и не только в поле. На двух работах, дома и на поле. Это очень удобно с точки зрения. Почему, на самом деле, там где-то в 19 веке это перешла русская печка уже в трактирную кухню. И точно по такому же принципу, как в любом крестьянском доме, работала. То есть там с утра варили щи, и в течение дня в любое время она только вкуснее становилась к вечеру. Эти щи и каша та же самая. Чем отличается там трактирная подача русская, вот рестораны, скажем, европейские. Вы несколько раз употребили, дважды, если быть точной, такое словосочетание, что обидно, когда считают. То есть вы такой пищевой патриот. Ну да, наверное. А вот мне очень интересно, что значит обидно, как этот пищевой патриотизм формировался и в чем он выражается? Означает ли это, например, что вы едите только русскую еду? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Так. Нет, выражается... Максим ведь не шовинист пищевой. Патриот. Патриот, да. Да. Знаете, я думаю, что Россия нынешняя такая уникальная в отношении кухни страна, наверное, единственная страна, в которой принято такое отношение ироническое к собственной кухне. Почему у англичан? Ко всему собственному. У англичан? Ну да. Англичане презирают собственную кухню. Так у нее нету, и будешь презирать. Ну да, так сказать. У нас-то есть? Ну, англичан тоже есть, я бы, конечно, посмотрю. У англичан тоже есть, и они глубоко презирают собственную кухню, так что мы не одни такие. Мы не уникальные. И в этом тоже. Спешу вас огорчить. Так. И при том, вот именно, обидно-то то, что, не то, что презирительное отношение у самих соотечественников наших, но и то, что это абсолютно неоправданно, на самом деле, ничем не подверждено вот такое отношение. Идет все от незнания. Ежели бы не были мы ленивые и нелюбопытные, то, наверное, бы узнали, что русская кухня гораздо богаче, чем мы все представляем. Как-то, так сказать, и из-за этого в основном. Не от незнания. Потому что вы попробуете спросить у молодых людей, 20-летних, что они могут назвать, какие блюда русской кухни. Чипсы и мороженое. Нет, как правило, чипсы это, слава богу, не называют. Называют, как правило, котлеты, пельмени. Вот что-то такое. Нет, это не от незнания. Это совсем другое, мне кажется. Незнание, оно, да, чудовищное, огромное невежество. Это от, наоборот, культурной, так сказать, привычки все отечественное считать плохим, а все иностранное хорошим. То есть это не незнание, это установка такая. А давайте мы будем пищевыми скинхедами. Я буду пищевой скинхедами. Давайте, я помню, в одной из книг Пахлебкина я прошла горестный вопль. Пахлебкин вообще был страстный, конечно, писатель. Горестный вопль о том, что... который заканчивался следующей фразой. «Стоит ли удивляться, что народ не заметил на Татению?» Понимаете? Это был трагический финал огромного, вздохновенного пассажа. Большой был стилист. «Стоит ли удивляться?» Или там было практически по смыслу, там было, что этот народ не заметил на Татению. Понимаете? Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Я просто... Я всячески поддерживаю любое просветительство и всячески склоняюсь в низком поклоне перед любым просветительством. Но вот эту вот формулировку, что обидно, да вообще обидно все то, что произошло с Россией в 20 веке. Оно, в принципе, очень обидно. Это общий тезис. Понимаете? И там обижаться как бы отдельно за то, что мне все-таки кажется, что там лучшие, я не знаю, шедевры наши, да, нашей кухни, они все равно отчасти заимствуют, и ничего дурного в этом нет. Это принцип нашей культуры. Мы все заимствуем и все делаем своим. Все у всех заимствуем, но я как пищевой скинхед, я вот что хочу пожаловаться. На квашеную капусту. Невозможно купить квашеную капусту. Она вся готовится ни способом, ни методом квашения. Я даже могу рассказать, как она готовится. Расскажите, как там уксус. Нет, они умные стали, они уже не льют уксус, они добавляют туда лимонную кислоту, а для вкуса, для вкуса, я был поражен абсолютно, когда узнал, добавляют заменитель сахара в таблетках. Аспартам какой-нибудь? Да, 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 вот. Разводят водой, заливают подкисленную капусту и выдают это за квашеную. И это процентов 90 того, что продается на рынках в Питере и в Москве. Да, где 10-то процентов найти. 10-то процентов это вот бабушки бедные, которые стоят около ходов универсама с пакетиками. Вот там вот капуста... Бабушки тоже, вот такие бывают ушлые, они там возьмут, здесь... Совершенно верно. Но то, что продают на рынках... Да. Да? Да. Вот стояла задача... Я в Москве, был такой тематический овец, там старой русской кухни, и мы целый день занимались тем, что объезжали московские рынки, при всем таком видимом благополучии и изобилии, и искали вот именно ту самую квашеную капусту и соленые огурцы, чтобы они были достаточно достойного качества, чтобы можно было приготовить облинули суточные чьи из них. Мы потратили на этот день. В результате мы поехали в Рязанскую область. На следующий день с утра покупать квашеную кокосу. И вообще нигде не нашли? Нет. Максим, позвольте, теперь я начну нападки. Я вот не понимаю вот чего. Нет, на самом деле, и благим делом вы занимаетесь, мне страшно интересно было читать ваши рецепты, я читаю ваш блог. Вот скажите, откуда берется вот это? Почему обязательно, говоря, например, вот у меня есть много кулинарных книг, в том числе у меня есть книга, там, рецепты еврейской кухни. Я не могу сказать, что рецепты еврейской кухни были написаны, чтобы там обязательно в тексте встречалось и тут вот таки положите лук. Написано обычная рецептура и так далее. Как только речь заходит о русской кухне, вылезает какой-то такой блинно-посконный, значит, блинно-посконная манера изложения. Вот наше русское, оно такое все, такое с умильным завыванием каким-то. И вы, когда излагаете рецепты, у вас вдруг лезут какие-то ижи, ибы, или я не знаю, там, что-то такое. Я не понимаю, зачем это? Так обязательно говорить? Если русское, то вот оно обязательно такое? Ой, ты гуи еси? А нет, не обязательно говорить. А откуда это берется? А откуда это берется? Да я даже не знаю, просто, когда я начинал это писать, то много было цитат всяких из русской классики старой. Ну, и как-то я так автоматически подстраивался под этот стиль. Но вот, я думаю, что я от этого избавляюсь потихонечку. Стараюсь в этих случаях. Нет, замечательно. Если избавляетесь, чудесно, потому что у вас вот в вашей стилистике изложения, я, так сказать, это же не просто кулинарная книга, да, это как бы книга исследования, вас кидает из одной крайности в другую. У вас с одной стороны гуи еси, а с другой стороны какое-то сложное технологическое, наукообразное такое ощущение, что ты находишься на какой-то советской фабрике кухни, в каком-то ужасе. ошкурьте огурец. Зачем мне его ошкуривать? Я его почищу. Или произвести закладку огурцов в рассольник. Да я не буду производить закладку, я их просто туда положу. Откуда это вот берется, понимаете? И получается, что вот смесь гуи еси с закладкой огурцов, она, в общем, у меня, во всяком случае, вызывает опухоль мозга или отек. Ну, возможно, вы правы, да. Дело в том, что книжка-то вот эта, она как бы так собиралась сбору по сосенке, то, что я там писал и в блоге и так далее, а писал и по-разному в блоге. То есть, когда мне нужно было рассказать о чем-то таком интересном, что мне кажется интересным, то я мог себе позволить какие-то гуи еси. А когда мне уже, так сказать, требовалось разъяснить дотошного читателя, как закладывается огурец в рассольник, как, вообще, он не закладывается, закладывается, это на самом деле такой поварской термин, я понимаю, что, ну, на самом деле, я считаю, что он вполне уместен, тем не менее, вот именно, когда речь идет о рецепте, потому что книжку читают, я думаю, что люди, в том числе, и для того, чтобы приготовить что-то. Безусловно. Ну, только для этого, да. Вы знаете, вот лучшие кулинарные книги вот с рецептурой, которые я знаю, которые мне больше всего нравятся, они, в общем, употребляют просто глагол в инфинитиве всегда. Вот и все. И тогда нету, никто не производит закладку, да? А при этом и нету места никаким гуисям. Ну, вот, вы хотите, вы хотите говорить о выработке, это что, если это художественный текст, это одно, если это сухое, а я пытаюсь разобраться, я пытаюсь разобраться в этой книжке. Это художественный текст. Нет, как вообще, как вообще писать кулинарную книгу? Да, да. Вот, тем более, что, как бы, в самом заглаве, да, настоящая русская еда есть определенное назидание, то есть все, что вы знали до этого, не настоящее. Вот это настоящее. Я согласна, главное, с такой постановкой вопроса, меня это не смущает ни разу. Да? Но тогда я, как бы, хочу и внутри получить вот это, потому что закладка огурцов-рассольника это абсолютно, так сказать, советская терминология. Ну, вот, меня уже упрекали, что это, помимо закладки, еще по поводу слова формовка. Да, звучит совершенно безобразно, на самом деле, где-то, но это... Придание формы, что ли? Да, это тоже поварской термин, абсолютно, это вот как в кулинарных учебниках пишут по сей день, вот именно это самое, потому что сформуйте пряник. А вы вообще книжку полностью составляли сами, отбирали сами? Да, да. То есть вам редакторы не вмешивались? Нет, к счастью, не вмешивались. Ну, что-то там советовали, ну, безусловно, там как-то, ну, в общем-то... Вам очень повезло. Нет, вам очень повезло, конечно, что не вмешивались редакторы, но мне, например, еще, там, честно говоря, кажется, что вы промахнулись с фотографиями, потому что, насколько я понимаю, фотографирование еды, вообще, как бы, стилистика съемок еды, это вообще какая-то отдельная профессия, я знаю, что этим занимаются фут-дизайнеры, там, и так далее, ну, как бы, отдельные, совершенно люди. Знаете, я очень много видел, как работают фут-дизайнеры и как работают фут-фотографы. Да. Вот, и я бы не хотел, чтобы мои книжки иллюстрировали. То есть вы принципиально это сделали? Ну, когда клей ПВА кладут вместо сметаны в щи, для того, чтобы там не было каких-то ненужных облысков. Да. Так-то. Но, вот смотрите, вот мы сидим здесь, у меня все можно сидеть. Абдотья Андреевна, накрашенные. Да? Сейчас час каждый из нас, значит, устраивали тут, не скажу, пилинг или кастинг, ну, что-то невозможно. Если бы это было не так, выглядим мы живьем, страшновато. А в телевизоре ничего, приемлемо. Если же было бы наоборот, если бы мы вышли вот такие, как мы ходим в реальной жизни, то благодаря особенностям камеры вы бы увидели страшные вещи. Вот, например, лично у меня были бы вот такие вот черно-красные круги вокруг глаз. У Авдотьи Андреевны, к примеру, она вся была бы покрыта как... Пятнами. с синими, с синими чешуями. Там, понимаете, там действительно... Потому что просто вот прибор, который должен передать, не воздух, а прибор, он производит совсем не то, что вы рассчитываете. Например, там, где сосуды ближе расположены к коже, там возникают красные пятна. Глаз этого не видит, а через камеру это происходит. Передается тепло. Это правда. У меня... Я снимала одну певицу, которая до этого никогда не снималась. Я там, как бы, музыкальное видео ей делала. Она категорически... Она в жизни практически не красится, и она категорически отказывалась от макияжа и так далее. И каждый раз это была трагедия. И в конце концов, единственное, что я смогла сделать, это я сняла ее на цифровой фотоаппарат и показала ей, как под цветом, как вот так она прекрасная женщина, красивая, прелестная, там, и так далее. Но как только стоит вот этот вот свет, у нее становится как бы мертвенно-бледное лицо. И увидев это, она немедленно успокоилась, сказала, все, я поняла, делайте, что хотите. Мне кажется, что абсолютно то же самое происходит с фотофотографией. Потому что когда я читаю ваш рецепт, я понимаю, что мне было бы очень интересно это приготовить. я хочу это приготовить, мне интересно это сделать, мне интересно попробовать. Мало того, да, как там всякий более-менее опытный, так сказать, готовщик, да, кто готовит часто, регулярно и с удовольствием, я примерно представляю себе, что за вкус должен получиться, да, по рецептуре. Но когда я смотрю на определенные фотографии, понимаете, вот это, я считаю, вот это шедевр, вот это шедевральная фотография. Понимаете? Замучили огурец. Вот, вот, вот когда я вижу это, мне не хочется не то, что приготовить или там попробовать, я просто пугаюсь. Понимаете? То есть, я это к чему веду? Я это веду только к одному, к тому, что, когда вы ищете аутентичность, да, подлинность в рецептуре, в блюде, там и так далее, когда вы за нее боретесь, когда вы за нее переживаете, и когда вы, значит, страдаете и говорите обидно, что, значит, она устала, я вас понимаю всей душой. Но когда вы за ту же аутентичность боретесь в фотографии, да, которая не является вашей специальностью и вашей профессией, да, получается ку-ку. Получается то, что мы вчера с Толстой долго и мучительно спорили, откуда в рассольнике взялся сладкий перец. И только потом мы поняли, что это почки. Понимаете? Я уж не говорю про сочетание этого к жели и скатерти. Вот это вот надо запретить, Максим, запретить, понимаете? Запретить. Вот это вот, вот это, это надо сжечь. Если бы у меня в единомышленниках был бы профессиональный фотограф, хороший, который, так сказать, понимал, что он снимает, с которым мы на пару бы работали, я бы готовил бы, он мне подсказывал, как это делать. Я потом сам снимал все это дело. Я бы с удовольствием ему предоставил право фотографировать для книжки. Ну вот клей ПВА вместо смыслов. Понимаете? Ну как? Как-то вот ПВА все-таки у меня не очень. Но вы никому не скажете. Вы будете издавать еще эту книжку? Готовится переиздание? Готовится, да. Да? Мало того, сейчас еще новое выйдет. Сейчас, как новое называется? Ну пока название не придумано, но такой вот кулинарный год русского человека. А это с постами, да, вот с... Привязано это к православному книгу? Да, да. Мало того, что привязано. Есть такой документ, который ну примерно так же написано, Домострой, то есть это конец 16-го, начало 17-го века, веков, и вероятно тем же самым человеком-сервестром, который называется там список книгой яс на весь год на стол подаваемых. Вот. Он там существует в разных переводах. ну в общем дело не в этом, дело в том, что вот я за основу взял этот самый, эту книгу яс на весь год на стол подаваемых, разбил ее на 19 частей, начиная с семена дня, как там собственно говоря, то есть сентября, с новолетия церковного. И вот эти самые блюда, там около 300 блюд, не все, но какую-то достаточно значительную часть попытался разъяснить современному читателю, что это такое, что такое тукмачи, что такое кундюмы, что такое тавранчук, толчинники, там и так далее, все, что там вот это есть. И какие-то блюда попытался мало того, что расшифровать, но еще и дать рецепты для неадаптированной, а именно ну то, что можно приготовить на современной кухне, на неадаптированной, хорошо, мера весов, вы меняли? Там нету рецептуры, в этой книге яс, там нет рецептуры, поэтому менять ничего не приходилось. Я просто дал вот как я это вижу, как я сам, я сам все это готовлю, да, сам все готовил, то есть это все через это проверено, так сказать, лично там за эту ответственность несу, что называется. А когда она выйдет? Она, я уже ее сдал вот неделю назад, выйдет она, вероятно, где-то в начале декабря, в середине декабря. Вот это мне очень нужно, это вот все эти книжки еще очень нужно, мне просто как киношнику, это же справочник еще к тому же. Это вот, кстати, вот из этого, из этой книги яс, вот бесконечное количество отечественных писателей, там, начиная с Булгакова, и даже раньше брали для своих художественных произведений, особенно сейчас нынешние, которые пишут всякие там фэнтези в старорусском. прямо весь этот список, он использован уже многократно, вот известный Малкарский. Я понимаю, но вы же просто описываете, что это, и как это делалось. Да, да. А вы кого из кулинарных писателей больше всего цените, любите? Современных и 19 века? Ну, или раньше, я просто не знаю. Кто лучше всех еду описывает? Описывает как? Вот технологические приготовления? Интересно, полезно. Если говорить о полезности, то вот есть пара книг 19 веки, была издана, которая действительно абсолютно полезна. Я считаю, наиболее полезная книга практически основа кулинарного искусства Александра Игнатьева, это вот так, «Рубеж веков 19-20-го», там первое издание, по-моему, в 96-м году было, в 896-м году. Я считаю, вот это именно полезная книга. Пахлёмкин, безусловно, конечно, вспоминается, хотя, конечно, сейчас уже очевидно, что Пахлёбкин дали много путаниц, пускай мне простят, при всём моём абсолютном к нему уважении. И мало того, я думаю, когда-то, когда мне было лет 9, я в первую прочитал книжку «Всё о пряностях Пахлёбкина», и, наверное, это какой-то такой очень мощный толчок был для меня. Интерес к кулинарии как раз и появился именно в тот момент, я думаю, что очень сильно связано с этим. Хотя, конечно, сейчас понятно, что Пахлёбкин надо читать очень осторожно, особенно, как это не обидно. Читать можно неосторожно, готовить надо осторожно. И готовить, нет, и читать тоже. Желаем вам успехов и благодарим за... Доставленное удовольствие. Да. Спасибо. Спасибо вам. Критика была не по основному моему занятию, не по моему отношению к русской кухне и к тому, что я пишу, к тому, что касается непосредственно кухни. Критику к стилистике и к фотографиям можно пережить. Я думаю, что это уже второстепенно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин